Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, а на ваших экранах задатки арты в нашей игре. Огромное количество ютюберов 1 апреля и не только 1 апреля решили хайпануть, выложили видео по поводу того, что арту будут вводить в нашей игре. И мне, честно говоря, это было крайне неприятно, как зрителю. По одной простой причине, потому что да, они хайпанули, собрали по 10 тысяч просмотров, но, ребят, это всё-таки не шутка. Шутка это когда смешно и весело, а вот когда ты снимаешь видео, выставляешь его с грубым таким наглым кликбейтом, собираешь десятки тысяч просмотров и это есть твоя натуральная цель, но прикрываешься и вуалируешь это всё якобы первоапрельскими шутками, это крайне-крайне низко. Но это моё скромное мнение, но если вы со мной согласны, пишите об этом в комментариях. Сейчас же я хотел поговорить по поводу арты в нашей игре, но только уже серьёзно, без каких-либо шуток. И на ваших экранах, как я уже сказал, задатки артиллерии. Единственное, что разработчики крайне-крайне ошиблись, когда вводили вот эти задатки именно на базе лёгкого танка. Кто не знает, на сегодняшний день есть Шеридан и есть Шеридан ракетный, который сделали коллекционкой. Он обладает ракетными снарядами и эти ракетные снаряды позволяют стрелять ему из-за каких-либо холмов и укрытий, ну, позволяющих плюс-минус по своим размерам нормально запустить снаряд. Так вот, ребят, вот это и были задатки артиллерии, которые, к сожалению, были похоронены. Похоронены, потому что огромное количество игроков поначалу не поняли эту машину, поскольку она была крайне быстрая и остаётся ею крайне картонная, при этом с крайне странной системой прицеливания и того, чтобы отправлять снаряды точно в цель. Особенно было сложно с ней справиться ребятам, которые играли на сенсоре. Но был один товарищ, который действительно овладел этой машиной прям на все 110%, и тогда, когда он как-то на открытом стриме играл против Анны Тортик и её команды, он умудрился разнести команду, набить огромного урона, вынести в ангар Анну, и после этого разработчики поняли, что если игроки действительно смогут познать полностью вот все приколы игры на данной технике, то, соответственно, это будет существенный дисбаланс в игре. Данную машину из игры вывели, я не думаю, что это связано с тем, что Анна Тортик прям обиделась на него, просто этот парень смог доказать, что ребята-разработчики перестарались, хотя идея сама была классная. Почему я говорю, что данная машина это задатки артиллерии? Если бы её сделать, ребят, не лёгким танком, а каким-нибудь тяжёлым по типу Мауса, который будет медленно и вальяжно передвигаться в пределах своего респа и своими выстрелами из-за укрытий, поддерживать своих союзников, это действительно обалденное решение вместо стандартной понимаемой нами арты. Просто необходимо систему прицеливания немножечко доработать, так, чтобы она была что-то среднее между артиллерией, которая есть в больших танках, ну и, соответственно, нашими словно известными ракетными товарищами, и тогда всё будет окей. Мы знаем по поводу того, что есть три типа тяжёлых танков плюс ПТшки. ПТшки к танкам не относятся, поэтому, да, ребят, именно три типа танков и ПТшки. Четыре типа техники в нашей игре есть, и я хотел бы, чтобы здесь красовался ещё такой белый квадрат, который обозначает как раз артиллерию. И её очень сильно не хватает, особенно мне, как человеку, который в своё время перешёл из больших танков в Блиц, и там действительно я очень любил играть на артиллерии, это спокойная, нормальная игра, тебе не надо с кем-то бодаться нос в нос, если у тебя нет для этого настроения. Так вот, ребят, использовать на сегодняшний день ракетного можно только в тренировочной комнате, либо его можно использовать в режимах по типу гравитации. Но там, где происходит какая-то вакханалия, играть на данной машине очень сложно. Всё-таки она не для этого предназначена была. И в целом вот эти вот ракетные снаряды, которые являются голдовыми на ней, они предназначены по большому счёту для того, чтобы стать вот за таким вот, допустим, домиком, И, кстати, ребят, огромное спасибо хочу сказать моему соклановцу за то, что он составил мне компанию. Братка, огромное тебе спасибо. Вот теперь смотрите, запуская вот так вот снарядик наверх, вы дальше можете его подстраивать туда, куда вам надо. И если сделать систему прицеливания немножко поинтереснее, то можно было бы отбрасывать из-за каких-то укрытий по засветам ваших союзников, параллельно с этим, не находясь в засвете. Ну вот, допустим, каким-то вот таким вот образом, я сейчас попытаюсь отъехать немножечко назад, и вот теперь представьте себе, что у вас есть, да, вот какой-нибудь там товарищ в игре, вот так вот поднять орудие надо вверх для того, чтобы снаряд пошёл выше, но и, соответственно, выше я имею в виду вот это вот укрытие, да, импровизированное, и отбросить снаряд туда, куда надо. И вот он долетает, и вот он попадает, наносит урон. При этом вы, по большому счёту, вы не находитесь в зоне прострела. Ну чем это не арта? Арта самое, что ни на есть натуральное. И единственное, чего необходимо разработчикам, это реанимировать данный проект, пересмотреть просто подход к реализации машин, и я больше чем уверен, что будет огромное, я не зафиксил, огромное количество желающих приобрести себе на 10 уровне, допустим, такую машину, а лучше вводить эти машины сразу с 5 уровня, ничего страшного не произойдёт, если игроки будут иметь возможность играть на чём-то нестандартном. Но классно ж получается, ребят, действительно получается классно. Просто то, что данную машину, к сожалению, вывели из разряда обычных прокачиваемых машин, привело к тому, что их можно катать, только, как я уже сказал, в специфических режимах, но и, соответственно, можно ещё выкатывать в тренировочные комнаты. И вот как раз в тренировочных комнатах, ребят, её можно действительно реализовать. Если вы согласны с моим мнением, что арте необходимо быть в нашей игре, если вам нравится моя идея по поводу того, что её можно реализовать на базе ракетных снарядов в данной игре, пишите, пожалуйста, свои комментарии, обязательно ставьте лайки. Если данное видео соберёт большое количество лайков, я не буду говорить, сколько, просто есть плюс-минус адекватные цифры, допустим, там, я не знаю, 3000 лайкосов соберёт, и соберёт достаточное количество просмотров, хотя бы мы стартанём 1000 индекс 20, да, будем вот так вот планку поднимать, тогда я поставлю параллельно ещё голосование, и как только я смогу и буду иметь хоть какие-то там выходы и общения с представителями варгейминга, коих на сегодняшний день не имею, я обязательно буду топить и буду просить вашей поддержки в этом топить, за то, чтобы в нашей игре вернули всё-таки ракетные снаряды, но уже в виде какой-то проработанной артиллерии. А на данный момент у меня всё. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео мира, друзья мои, и обязательно спокойствие. Не мог не забросить ему в борти, но очень сильно хотелось, столько раз не пробил. Ну что, пока-пока!